Монаты и алгебры над ними Да, я не сказал, то есть мы перенесли в эту аудиторию, потому что тут доска гораздо лучше, уже видно, что гораздо приятнее здесь и смотреть, и писать. В прошлый раз мы поговорили об универсальной алгебре или об общей алгебре, как говорят, то есть алгебрические структуры с произвольным набором операций. И всегда возникает желание у человека построить, как-то объединить теории, построить более общую теорию, с которой что-то другое получить, как какие-то частности. Ну, теорию всего, конечно, не построишь, но обобщение определённое сделать можно. И учитывая, что возникла теория категорий, использовать для обобщения категорный язык, то есть вот сформулировать что-то на категорном языке. Соответственно, какие бывают обобщения у обычной классической универсальной алгебры, про которую мы говорили в прошлый раз? Ну, можно, ну, во-первых, монады, про которые мы будем говорить сегодня. Вот, потом ещё есть алгебраические теории Лавира. Давайте я по-английски напишу, как это пишется. И их вариант такой, ну, тоже это можно считать обобщением их, пропы Маклейна, product and permutation categories. product and permutation, это расшифровывается, пропы Маклейна. Затем опираты, абстрактные клоны. Ну да, в общем, самые известные есть, и даже есть попытка вообще всё вот это вот объединить в единую теорию, тоже есть статьи интересные, обзоры на эту тему, чтобы вообще получить даже всё вот это вот из единой теории. Мы поговорим про монады. Значит, что такое монада? Пусть х-категория говорят, что Т, мю, это монада или тройка. Ну вот эта тройка, она так и называется, тройка в категорном смысле. Но сейчас уже из теории категории это слово уходит, тройка, но вот в приложении, в гомологической алгебре говорят. Особенно двойственные вещи. Вот ко-монады называются ко-тройками. Тройка, если во-первых, Т это эндофунктор, то есть функтор из категории в себя. Затем, мю и это, это естественные преобразования. Такие. Значит, мю оно из Т в квадрате в Т, естественное преобразование, а это из тождественного функтора категории Х наоборот, в Т. Что следующее, диаграммы коммутативные. Значит, диаграммы следующие. Т в кубе Х, ну, Х это произвольный объект, в Т в квадрате Х. Здесь мы нарисуем тоже Т в квадрате Х. Здесь ТХ. Здесь будет мю, наше естественное преобразование. А здесь мы можем двумя способами пройти отсюда сюда. Можем Т применить, потом мю и Х. А здесь мю от ТХ. Вот. Мы требуем, чтобы у нас вот эта вот диаграмма была коммутативна. А теперь и еще следующее. Значит, тут вот мы запишем. Значит, здесь у нас Т будет. Тут посередине тождественный функтор. Тождественное естественное преобразование. То есть это будет ТХ. Здесь будет тождественное преобразование, тождественный морфизм объекта ТХ. Тут у нас будет Т в квадрате Х. Здесь будет тоже ТХ, конечно. Мю Х. Мю Х. Т в квадрате Х. Нет, это тут я поторопился. Тут нету мю. Здесь мю Х. Здесь у нас Т. Это Х. А здесь это ТХ. Вот какая штука. Вот. Но обратите внимание, что вот эта первая диаграмма, вроде как, сразу же, если невнимательно на нее посмотреть, кажется, что она следует из того, что мю естественное преобразование. Но тут вот у нас мю-то, оно у нас, то есть вот здесь вот и здесь мю с разными объектами есть. Но здесь мю приходит у нас не в объект, но оно, конечно, приходит в объекты в квадрате. Сейчас, сейчас подождите. Да. То есть, чтобы применять аксиому естественного преобразования, у нас это должно было бы прийти в... Сейчас, секундочку. Тут должен был бы быть морфизм между объектами ТХ и Х, да, и применяться здесь функтор должен был бы Т в квадрате. То есть она не следует из того, что это диаграмма, из того, что мю-естественное преобразование, потому что тут более... Тут нету функтора Т в квадрате, который куда-то применяется, правильно? У нас же оно отсюда-сюда. А здесь нету функтора Т, который к чему-то применяется. Вот. Но кажется так вот достаточно сухо, непонятно, что это такое. Но с другой стороны, это аксиомы, которые похожи на аксиомы моноида. Если мы моноид запишем в виде... Как их можно запомнить очень быстро? Моноид запишем на языке стрелок и диаграмм. То есть это мы немножко забегаем вперед. Про моноиды у нас речь потом, когда мы будем говорить про моноидальное преобразование, категории, не преобразование, простите, категории. Значит, обычный теоретико-множественный моноид, СЭПС. Как его можно задать? Это у нас некое множество. Ну, давайте его обозначим буквой... Ну, М большое у нас нету, да? М, отображение мю и отображение это, которое у нас будет действительно задавать единицу. Смотрите. Отображение мю. Это отображение из декартового квадрата м на м в себе. А здесь у нас просто мю от м и н, это просто их произведение, да? Для всех м, н. А это, это сопоставление единицы. Здесь мы берем одноэлементное множество, его отображаем в м, и вот одноэлементное множество мы ставим... Элементу одноэлементного множества мы ставим в соответствие элемент единица. И вот если мы вместо Т здесь запишем вот тут вот куб, М на М на М, декартов куб нашего объекта М, вместо мю, мы, ну, мю это у нас и будет умножение, да? То вот похожие диаграммы будут. Ладно, я, наверное, их лучше выписать, да? Диаграммы для мануэля, для обычного, чтобы сравнить. Давайте я здесь выпишу, так будет видно. Какие диаграммы? Во-первых, у нас есть ассоциативность. Вот, но мы здесь сразу напишем это, то есть отождествим повторное декартовое произведение с тройным. Тут будет умел. Здесь будет, смотрите, по одному аргументу отождественное отображение, по другому умел. По одной компоненте. Ну, понятное дело, как на декартовом произведении действует это. То есть мы вот здесь перемножаем два вот этих элемента. Левый не трогаем, а потом к нему домножаем еще один. Ну, вот это произведение. А тут мы перемножаем то, что стоит здесь. Вот тут тоже n. Вот это ассоциативность. n. Значит, это будет у нас вниз и вправо. А здесь у нас будет вправо и вниз. Согласны, да? Что вот ассоциативность это просто коммутативность вот этой диаграммы. А теперь как единицу, аксиома единицы. Смотрите, мы берем из нашего элемента, не из нашего элемента, из нашего моноида. Его можно отождествить с одноэлементным множеством Гекартова умноженным на сам моноид. Правильно? Вот. Затем, так, мы отождествуем, не, чтобы была диаграмма вот так, вот мы с другой стороны это допишем. Потом мы применим отображение наше это, которое единицу выложит, то есть это будет тождественное по m на это, m на m и тут вот у нас мю будет. Мы придем в m. Вот это вот тождественное отображение из m в m. Здесь у нас с другой стороны мы представляем наше множество как Декартово произведение одноэлементного множества на само множество. Вот. Здесь применяем слева отображение это, справа тождественное. m на m здесь будет умело. Вот такая вещь. Это аксиома единицы. Правильно, мы же, если, смотрите, что у нас здесь получается. Берем произвольный элемент m. Он переходит в пару звездочка на m. Звездочка потом переходит в пару единицы m, а потом мы это перемножаем. Получается 1 на m это опять m. Ну, тут то же самое, только единица на другом месте. Это аксиома единицы у нас получается, что, ну, давайте выпишем ее, что 1 на m на m это m1 с индексом m большое, m, всех m из m, а тут для всех m и m t из нашего маной. Это маной. Тут же мы рассматриваем это маной так называемый в категории sets, где еще у нас есть дополнительная вещь бифунктор вот этого вот декартового произведения. Но на самом деле в любой категории, в которой есть произведение двух объектов, это можно рассматривать как бифунктор произведения двух объектов. И вот получается, что можно даже ослабить требования к этому бифунктору, что не обязательно произведение, но просто что-то такое, что ведет себя как тензорное произведение двухвекторных пространств похожим образом. И вот всегда можно определять маной в категории. Вот если мы возьмем категорию векторных пространств и рассмотрим там маной уже где здесь будут нарисованы тензорные произведения, мы получим определение чего? Ассоциативной алгебры с единицей. Маной в категории векторных пространств ассоциативной алгебры с единицей. Здесь же у нас получается маной в категории функторов из категории х себя. То есть вот это вот t это просто маной и прям так и называются эндофункторы энд икс функторов из х в х. Ну где у нас есть дополнительная структура? моноидальное произведение функтор t1 на t2 это композиция. То есть тут вот вместо произведения у нас просто композиция функторов. Видите, вот тут вот трижды мы функтор сам на себя перемножили. У нас соответственно мы можем при этом перемножать и преобразование. У нас есть произведение задано тогда и преобразований. Если у нас есть два естественных преобразования. И вот вот эти вот диаграммы. Как это можно запомнить? Значит, смотрите, сейчас может быть немножечко сложно. Почему? Потому что у нас мы еще не говорили про моноидальные категории. Что мы там требуем от бифунктора? Какие свойства? Пока мы вот просто сказали это. Потом мы еще вернемся к этому делу. У нас, когда мы будем говорить про моноидальные категории, мы вот эту вот категорию подробно разберем функторов из х в х в себя. Мы говорили, что категория функторов из одной категории в другую. То есть множество функторов это одновременные категории. То есть там есть морфизмы, которые просто являются естественными преобразованиями. Тут вот соответственно есть умножение некоторое и есть единица. Ну это просто вот такие естественные преобразования. Вот. Про это скажем потом. Значит, давайте приведем примеры. Монат. На самом деле любая пара сопряженных функторов дает нам монаду. Пусть у нас есть сопряженный функтор. Давайте категорию х запишем. А сюда у нас идет F сюда G и они вот сопряжены. тогда они задают монаду. Здесь G и F композиция функторов двух на категории Х. Вот на этой категории. То есть когда мы сперва сюда пройдем, потом сюда, у нас же должен функтор возвращаться в ту же самую категорию. Вот этот функтор G и F. Тут у нас вот такая композиция. Это кое единица сопряжения. А здесь у нас это. Это единица сопряжения. Вот. Ну, давайте запишем поподробнее. То есть мю Х это что такое? это у нас G эпсилон. Ну, мы говорили, что у естественных преобразований мы когда удобно пишем тот объект, компонентой которого морфизм соответствующий является внизу, а иногда если там слишком много, можем и справа написать. Вот так. Вот так вот. И это будет соответственно морфизм вот отсюда. GFGFX в GFX. Ну, то есть вот получается есть T в квадрате в T. Ну, а это единица сопряжения это всегда из тождественного функтора в GF. Вот. Ну, давайте, наверное, проверим аксиомы. Ну, сейчас увидим, что они просто следуют. Где-то мы будем применять треугольные тождества. Мы говорили, что очень легко в терминах единицы и Ко-единицы кодируется пара сопряженных функторов. Достаточно задать два преобразования Ко-единицу. Ну, просто преобразование из функтора FGF тождественной и из тождественного в композицию GF. Если из них выполнены две диаграммы треугольные коммутативные треугольные то же всё, то тогда и функторы сопряжены. Соответственно, ну, там по известным формулам задаётся сопряжение. Вот, давайте сейчас проверим это всё дело, что у нас действительно это монада. Ну, а потом, как уже, наверное, многие догадались, мы для произвольного многообразия алгебрических структур можем в качестве G взять забывающий функтор, в качестве F свободный, ну, относительно свободный, которые относительно свободные структуры, и получится вот у нас некая монада, которая соответствует многообразию алгебрических структур, и из этой монады мы потом получим все алгебрические структуры, увидим, как просто алгебры над монадой. Вот. Всё это сейчас будет. Давайте сперва проверим, что у нас действительно будет здесь у нас, давайте в кубе будет у нас T в кубе, это значит GF, 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 здесь будет GF, GF, здесь вот эту коммутативность вот этой диаграммы проверяем. F GF, GF, ну, X подпишем, X, X, X. Значит, тут у нас и слева, и справа просто Mu идёт, то есть это будет G Epsilon F X, то есть компоненты, отвечающие объекту F X, G Epsilon F X, здесь мы сверху применяем G, F, G, Epsilon F X, а здесь G, Epsilon F, G, F X. Вот. И вот это будет следовать сейчас из того, что Epsilon это естественное преобразование. Почему? Ну, на самом деле, во-первых, мы здесь применяем функтор G, да, к чему? К следующей диаграмме. Ну, давайте я её тоже отдельно выпишу. давайте я что-то черкну. в которой нету в начале G, то есть G, F, F, G, F, F, G, F, тут будет просто F, тут будет F, G, F. Тут будет, соответственно, Epsilon F, X, Epsilon F, X, а здесь у нас Epsilon F, G, F, X, а здесь F, G, Epsilon F, X. Смотрите, Epsilon слева и справа это просто естественное преобразование функтора FG в тождественный, правильно? И мы смотрим естественность Epsilon относительно морфизма вот этого Epsilon F, X. Вот тут к нему применяется FG сверху, а тут сам этот морфизм. То есть это следует из естественности Epsilon и естественное преобразование к единице сопряжения. Давайте проверим, ну а вот это вот коммутативность вот этой диаграммы будет следовать из треугольных тоже ксиома единицы. Тоже давайте запишем значит T это у нас GF GF X здесь у нас будет тоже GF X здесь T в квадрате GF GF X здесь GF Epsilon F X тут у нас будет GF это X здесь у нас будет GF F X здесь это GF X A снизу G Epsilon F X здесь треугольное тождество смотрите треугольное тождество говорит что это G и композиция потом G Epsilon это тождественное преобразование значит это треугольное тождество применили для объекта F X просто а вот здесь вот другое треугольное тождество что композиция EF с F это она тождественная то есть мы G применили к треугольному тождеству ко второму применили к треугольному тождеству вот ну и давайте рассматривать примеры монах но пока из самих примеров не будет очень ясно полезность будет наверное наоборот казаться чем-то громоздким и прочее но зато ну мы увидим что это наши старые знакомые вот итак многообразие алгебр заданных набором тождеств V значит пусть или S мы писали S да набор тоже что-то замечали пусть S набор тождеств в сигнатуре омега рассмотрим сопряжение алгебрические структуры сигнатуры омега здесь свободный функтор но который относительно свободную алгебрической структуре точнее нет множеству сопоставляет алгебрическую структуру относительно свободную вот этой вот сигнатуры то есть на ней есть операции из множества омега и еще и тождества должны быть выполнены и вот этот вот объект он обладает почему он называется относительно свободным универсальным свойством относительно всех других алгебрических структур принадлежащих многообразию заданному набором тождеств S вот вот такое сопряжение рассмотрим а здесь у нас будет соответственно забывающий функтор здесь будет множество уа значит у забывающий функтор то есть у нас была алгебрическая структура мы алгебрическую структуру забываем остается только носителем множества вот ну почему вот собственно отсюда и видно почему она называется относительно свободной потому что любое отображение из множества х вноситель нашей алгебрической структуры а однозначно продолжается догомоморфизм алгебрических структур относительно свободной в а ну главное чтобы а у нас было вот в этом многообразии а вот плохо написали да не всех алгебрических структур а тут надо написать многообразие не помню как мы обозначали вар-эс многообразие заданное вот этим вот потому что ну если написать многообразие тогда надо абсолютно свободную габришку структуру без тоже а тут у нас вот такая вещь и теперь рассмотрим монаду рассмотрим соответствующую монаду ну давайте мы только фунт рт запишем остальное все а ну поймем все равно что у нас здесь есть соответствующую монаду у ф с мю это на категории множеств что это будет такое что делать вот этот эндофунктор функтор категории множеств себя он каждому множеству сопоставляет относительно свободную алгебрическую структуру на этом множестве а потом забывает что это алгебрическая структура как множество рассматривает то есть вот это вот у f s сопоставляет множеству x относительно свободную алгебрическую структуру ф экс и о изначально гомоморфизм алгебрических структур а мы забываем что это гомоморфизм рассматриваем это просто как отображение множеств И куда он идет? Откуда берется эпсилон? Мы сюда подставляем вправо. Мы подставляем, получается, чтобы вот это дело получить, чтобы получить у нас эпсилон уауа, да, мы подставляем. То есть, по идее, эпсилон. Эпсилон это то, что соответствует при сопряжении эпсилон а. Вот отображению тождественному из нашей алгебраической структуры уа себя. Ну что это такое будет? Мы, получается, строим, ну, эпсилон а, оно у нас идет из, получается, fs. Уа в а. Мы взяли алгебрирующую структуру, забыли на ней все операции и построили на ней относительно свободную алгебрирующую структуру. И вот вложение а вот в эту свободную алгебрирующую структуру, относительно свободную, уа вот сюда вот, как оно вкладывается, мы продолжили до гомоморфизма. А если у нас мы еще это применили к fs, что это означает? Что мы, мю, что делает мю? На fs на множестве строим еще один раз, то есть используя элементы вот этой относительно свободной алгебрирующей структуры, ну, мы говорили, что там за элементы класса эквивалентности, да, лежат определенные по конгруенции, вот, мы на ней строим еще одну относительно свободную алгебрирующую структуру, а потом идем туда вот, в себя. То есть мы раскрываем скобки, получается. Строим относительно свободную алгебрирующую структуру и отображение мю, наше вот это вот умножение в монаде, у, ф, с, у, ф, с, х, у, ф, с, х, у, ф, с, х. Это омега-выражение от омега-выражений рассматриваем как омега-выражение. Еще раз, что здесь у нас сидит? Вот тут вот. Здесь у нас классы эквивалентности, вот эти всевозможные нагромождения из операции, омега, там, от аргументов и так далее, внутри которых мы поставляем наши переменные, да, переменные из того множества, на котором мы строим нашу относительно свободную структуру. Оно в качестве переменных у нас служат элементы, опять-таки, выражения уже из относительно свободной структуры от х. То есть у нас получается, что есть омеги, там, композиции разные, внутри них стоят опять омеги от х. А тут мы просто, вот, и у нас получается здесь есть разделение. Некоторые омеги, они у нас приходят вот отсюда, а некоторые были в качестве букв здесь, уже в символах использовались. А здесь мы их просто рассматриваем как единое выражение здесь. Вот как оно у нас устроено, вот эта вот штука-то. Ну, соответственно, мы тут решили наиболее общий случай рассмотреть, то есть относительно свободные. То есть в случае, если были бы абсолютно свободные, там просто элементы и это выражение. А в относительно свободной, там еще классы эквивалентности, когда мы заставляем, чтобы в этой относительно свободной алгебрической структуре тоже выполнялись, и множество S. То есть тут еще и классы эквивалентности, но вот оно, все это дело вот так вот переписывается. То есть вот это такая вот вещь. Ну, давайте пример приведем. Что? Нет, на самом деле само выражение остается самим собой. Вот, давайте для групп рассмотрим такую вещь. Что у нас происходит? Даже никаких… Ну да, для групп. Свободная группа. Пусть у нас есть категория групп. F сопряжение. Ну, а U забывающий. Так, ну, это правосопряженный вот к этому вот. Значит, F от F от X. Вот наше умножение, оно вот так вот выглядит. Свободную группу на свободной группе мы переводим просто в элемент свободной группы. Давайте напишем пример какой-нибудь. Что такое, как выглядят у нас элементы в свободной группе? Это приведенные слова. Можно считать, что это приведенные слова, чтобы там никаких сокращений не было. Сокращения уже произведены. Вот смотрите. Это должны быть приведенные слова от вот этих вот элементов. А эти элементы – это опять приведенные слова. То есть это приведенные слова от приведенных слов. Вот тут вот мы могли бы что-нибудь написать. XY там минус первой. X в квадрате. Y минус первой. XY. Здесь у нас… Да, мы тут, конечно, операции-то выполним все. Действительно, это будет определенное причесывание. Здесь есть XY. Скажем, Y в квадрате. Вот такая вещь. Так вот, что происходит? Вот это мы, так как у нас группа, там есть соотношение на группу определенное, что у нас там… Это действительно обратный элемент должен быть и прочее. Вот это переходит вот в такое выражение. XY. Y, X минус первой. Y, X квадрате. А тут мы это все обращаем. То есть тут получается… А давайте сейчас тут X минус первой еще вставим. Вот так. Тут будет Y минус первой, X минус первой, Y, X минус второй. X минус первой, Y, Y, Y квадрате. Нет, давайте здесь просто X будет, чтобы у нас именно сокращение было. Вот. Ну и это получается вот такое приведенное слово. XY, X минус первой, Y минус первой, X минус первой, Y, X минус первой, Y, X, Y квадрате. Вот так происходит это дело. Вот что оно делает. Ну и это давайте рассмотрим. А это просто мы вкладываем множество, получается. Это множество X в свободную вот эту нашу алгебрирующую структуру. Ну, вообще говоря, если честно, я вот оговорю вложение. Как правило, это вложение, но мы можем столько тождеств там написать, что у нас, ну даже вот на группу, да, какие-нибудь тождества, что группа вообще будет состоять из одного элемента, тогда это X будет не вложение. Ну, если там есть нетривиальные объекты, которые не из одного элемента состоят, то тогда это будет вложение. Можно показать. То есть это вот мы отображаем X в свободной порождающей. Нет, но вот это вот все-таки у нас на самом деле группа, да, это вот в этой сигнатуре, когда у нас есть там одна бинарная операция, есть взятие обратного, есть еще константный символ единица. Это относительно свободная алгебрирующая структура. Поэтому-то тут и происходит причесывание вот такое вот, потому что здесь у нас классы эквивалентности на самом деле всех выражений, да, только в классах эквивалентности у нас есть одно приведенное слово. А если бы мы рассматривали абсолютно свободные структуры, то тут даже никаких причесываний бы не было бы, мы просто рассматривали бы вот такое большое выражение бы, как выражение уже от этих, от просто букв начальных, ну, которые у нас есть, все большое выражение. То есть даже никакого, ничего не происходило бы здесь. Что? Скобки бы и не раскрывались, да, просто мы скобки разного сорта, да, потому что вот у нас были, это операции более высокого уровня, вот тут вот, вот здесь вот, вот между ними происходит обратный, а есть операции вот здесь вот. Они бы просто становились просто операциями вот тут вот и все. Да, 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 то есть вот монада получается в данном случае, это просто как мы работаем, ну да, вот получается, раскрываем скобки, если их можно раскрыть или просто все считаем, ну вот, что все одинаковое происходит. Вот что нам монада это дает. Но сейчас, когда мы рассмотрим алгебру над монадой, станет ясно, почему это все именно так. Так, теперь рассмотрим другой пример, этот, частично упорядоченное множество. Ну мы говорили, что предпорядок, да, это у нас категория. Ну частично упорядоченное множество, там еще у нас есть антирефлексивность, да, сейчас, как оно правильно-то называется, ну да, то есть если а меньше либо равно b и b меньше либо равно а, то а равно b, ну то есть это частный случай предпорядка. Значит, пусть у нас есть частично упорядоченное множество. Как категория. Что такое монада? Частично упорядоченное множество или вообще в предпорядке между любыми двумя объектами существует максимум одна стрелка, поэтому все диаграммы коммутативные, очень удобные, ничего не надо проверять. То есть если мы диаграмму смогли нарисовать, то уж точно там все композиции одинаковые, да, потому что морфизмы идут из-за одного объекта в другой. Вот что здесь будет монадой? Давайте смотреть. t это функтор, да, функтор это просто функция на частично упорядоченной множестве, причем она обязательно должна сохранять упорядочение, да. t в данном случае это отображение m в m. И что означает, что это функтор? Что если была стрелка, если у нас есть стрелка из x в y, то есть получается, что x меньше либо равно y, да, переводя на человеческий язык, то просто должна быть, то существует стрелка из tx в t y, то есть tx меньше либо равно, чем ty. То есть t это функция, которая сохраняет порядок. Давайте сейчас поймем, что означает, что это, что у нас есть еще естественные преобразования. мю теперь, давайте смотреть. Это t в квадрате, естественное преобразование, ну давайте мю x запишем, tx в tx. И это, это, получается, это x, это из x в tx. Здесь диаграммы, как я уже сказал, не важны, здесь сам факт важен наличия стрелок. И что факт наличия стрелок нам говорит? Что tx меньше либо равен, чем t, t в квадрате x меньше либо равен, чем tx, а то, что x меньше либо равен, чем tx. Вот. Если у нас частичное упорядочение, то есть у нас нету двух различных объектов, которые друг с другом сравнимы, ну как, не то сказал. Вот отсюда что следует? Что у нас должно быть и в другую сторону. То есть отсюда следует, что у нас tx меньше либо равен, чем t в квадрате x. А у нас есть вот такое вот неравенство. Значит, то есть t в квадрате x равняется tx. частичный порядок. Так как порядок частичный у нас. Итого, что же это за функция такая у нас? Что? Ну да. То есть получается, что она каждый элемент у нас переводит в элемент не меньший. Меньшие элементы переводит в меньшие, а дважды она ничего не делает. То есть она уже потом ничего не меняет. Это называется так называемая функция замыкания. Потому что эта операция, например, так себе ведет замыкание топологических пространств. Только не топологических пространств, а замыкание, конечно, плохо сказал. Подмножество топологических пространств. Это определение, то есть функция замыкания. Замыкание подмножеств в топологических пространствах. То есть мы в качестве множества рассматриваем все подмножества в топологическом пространстве. В качестве t, значит, m у нас это 2 в степени, ну, какое-то топологическое пространство. Давайте его обозначим какой-нибудь буквой y, например. То есть это множество подмножеств. t от какого-то подмножества z, это просто по определению z чертой. Для всех подмножеств. Ну и на самом деле связь монад с топологией тоже, ну, она более тесно связана, мы потом тоже про это поговорим. То есть некие топологические пространства можно рассматривать тоже как алгебры над некоторой монадой. Ну, чуть попозже обсудим это. Хорошо, теперь давайте сформулируем, что такое алгебра над монадой. Значит, пусть у нас задана монада. Пусть t мю это монада в категории x. Алгебра над t, ну, или t алгеброй. Называется объект x вместе с морфизмом вот таким вот h. Из t x в x один морфизм. Обратите внимание, что объект здесь фиксированный. Это неестественное преобразование. Один объект. Следующие диаграммы коммутативные. И они тоже нам что-то сейчас напомнят. Какие диаграммы? Смотрите, t в квадрате x здесь пишем. Тут у нас будет t x. Здесь t x. Здесь x. Здесь у нас будет h. Тут у нас будет t h. А здесь мю x. x, ну, и тут тоже у нас будет. Мы можем из x взять, перейти в t x. И только здесь это x будет у нас. Это x. Сюда применяем h. И вот это тождественный. И мой теперь вопрос к вам. Вот это что-нибудь напоминает? Вот эти две диаграммы. Тоже что-то должны напоминать. Где такое у нас есть? Если предыдущие диаграммы напоминали мануэды, соответственно, ассоциативные алгебры с единицей, то здесь, если у нас есть ассоциативные алгебры с единицей, что-то можно рассматривать с похожими диаграммами. Смотрите, здесь мы применяем h, а перед этим вот тут вот что-то перемножили и потом применили h. А здесь один раз h применили, второй раз h. Что? Модули. Это аксиомы напоминают модули. Но тут вот уже, вот я говорил, мы забежали в моноидальные категории, там тоже можно рассматривать в моноидальные категории тоже модуль над моноидами можно рассматривать. Но это не то, это более частная вещь. Модуль над моноидами реально был бы, если бы h у нас было естественным преобразованием, оно зависело от x. Вот если h это было бы естественное преобразование, которое зависит от x, это был бы реально модуль над моноидом. А есть просто для одного объекта. Ну вот, тем не менее, иногда тоже говорят модули над моноидами, а не алгебры над моноидами. Но вот мы сейчас увидим, что именно такое определение, оно нам подходит, чтобы получить все наши вот эти вот алгебрические структуры. Вот. Ну, примеры. А, да, давайте до конца доопределим. То есть вот они у нас образуют категорию тоже алгебры над монадами. И мы давайте ее, эту категорию, алгебры над конкретной монадой, объекты мы там задали, давайте морфизм зададим. Ну, это просто гомоморфизм и алгебр. Значит, гомоморфизм алгебр H H из X TX и какую-нибудь букву HG. Ну, давайте, не, ну ладно. G у нас там фунтар сопряженный будет. H, T, гамма. Да, спасибо большое. Да, это Q-алгебра. То, что мы написали. Вот. Нам нужна алгебра. X и, ну, давайте, греческую букву напишем. Гамма из TY в Y. Это морфизм F такой, что откуда-куда морфизм. Из X в Y, конечно. Что диаграмма нежкоммутативна. TX TF TY H X Y гамма F. Естественное, да, естественное понятие. Понятное дело, что вот эти T-алгебры, они образуют категорию, в которой есть специальное имя. Она называется категорией Элленберга-Муга. Это обозначается X, наша базовая категория. Сверху пишется монада. Стандартное обозначение. Категория всех T-алгебр, это просто название категории Элленберга-Муга. Да, я забыл сказать, что вот есть разные приложения теории категорий к компьютерным наукам. У нас по-русски говорят информатика, по-английски computer science. В частности, есть так называемое функциональное программирование, язык Haskell, и там очень много терминологий именно отсюда. Там есть и монады, и категории Элленберга-Мура, и там еще одни категории будут, которые связаны с монадами, мы потом будем говорить. Вот эта категория, она обладает неким универсальным свойством, мы про него чуть попозже скажем. Вот. Пока давайте поймем, что на самом деле вот это вот это и есть наша она изоморфна. Категория алгебр над монадой, которая соответствует свободно забывающему сопряжению, это на самом деле вот эта вот категория, она изоморфна прямо категории соответствующих алгебр истических структур, многообразию соответствующих. Значит, оказывается, сетс, мы писали здесь У-Ф-С изоморфно-многообразию, заданному таким вот набором тожеств. Ну, я напомню, что С набор тожеств. Каким образом это делается? Каким образом строится гомоморфия, этот изоморфизм? Если у нас есть А, это принадлежит нашему многообразию, то на А заданы не только сами операции, а заданы еще и производные операции. Вот, собственно, это вот и отображение, это и есть вычисление всех вот этих производных операций, то соответствующая структура алгебры, вот этот морфизм ФС в в УА вычисление производных операций, операций в в в А. Да, 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 спасибо большое, конечно. Сейчас. Да. Вот. Смотрите. Носитель нашей алгебраической структуры А. Мы отображаем в относительно свободную нашу алгебраическую структуру на этом множестве. Но с другой стороны, это ведь у нас получается, можно же рассматривать как отображение самого носителя алгебраической структуры в нашу алгебраическую структуру. Поэтому, так, сейчас, 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 вот это вот дело продолжается у нас однозначно до вот этого вот гомоморфизма H, то есть это UH здесь будет, да? Сейчас. Да, вот здесь вот будет у, у, H. Или давайте фи, да, давайте обозначим H равняется фи. Вот так, фи. Фи это гомоморфизм, значит, из F, S, U, A в A. А, тут тогда тоже U надо. Вот. Что это такое? Что это такое здесь у нас происходит? Мы строим всевозможные выражения формальные, возможно, и факторизуем потом по отождествам, от элементов нашей алгебраической структуры. И когда мы вкладываем элементы алгебраической структуры в себя, это всё дело продолжается до однозначно, до гомоморфизма, которое заключается именно в вычислении вот этих вот выражений формальных от элементов нашей алгебраической структуры, то, какие значения они здесь принимают. Вот это вот и есть наша вещь. То есть здесь вот, почему здесь у нас получается биекция-то, собственно, да? Потому что как только у нас задана алгебраическая структура, на ней заданы и все значения всех производных операций, когда мы рассматриваем всевозможные композиции, большие громоздкие выражения всех операций, которые есть. Это всё однозначно определяется. И наоборот, если у нас заданы и производные операции, среди них и базовые операции есть. Всё всем торжествам соответствует, всё хорошо. Поэтому вот получается такая и вещь у нас. Ну, смотрите, формально проверять, что вот это действительно у нас, вот то, что мы получили, это алгебра в том понимании, в котором, ну вот здесь вот именно Т-алгебра получается, относительно этой монады мы не будем, потому что мы проверим в общем случае вот эту конструкцию. Её на самом деле можно вот эту уж категорию Ленберга-Мура построить для любой монады. И, соответственно, там получается тогда пара сопряжённых функторов. Но мы поняли, как по сопряжению строить монады. И возникает вопрос, скольким сопряжением соответствует конкретная монада? И скольки сопряжений её можно получить? Ну, на самом деле, ответ такой, что сопряжений может быть очень много. Очень много, но среди этих двух, среди всех сопряжений, есть некоторые экстремальные сопряжения, через которые все пропускаются. Точнее, одно, которое через все пропускается, а другое, через которое. То есть есть начальный, получается, универсальный отталкивающий объект и универсальный притягивающий объект. Вот категория Ленберга-Мура вместе с соответствующими функторами, которые мы сейчас зададим, это будет, соответственно, универсальный притягивающий объект среди всех этих сопряжений. И просто вот то, что мы здесь сказали, будет означать, что монада-то, категория Ленберга-Мура, она будет изоморфна той монаде, по которой мы вот это строили для наших этих, вот таких вот, для алгебрических структур. А, да, давайте перед тем, как переходить к этой конструкции, мы рассмотрим пример с частично упорядоченными множествами. Что там будет? Что такое будет алгебра там? Значит, это такой элемент алгебра, такой элемент x, что из tx в x есть стрелка. Но как мы помним, это что означает? Что tx меньше либо равно, чем x. Ну а как мы помним, t это функция замыкания, то есть tx больше либо равно, чем x, мы это уже писали, да, потому что там есть единица, которая идет из x наоборот в tx. То есть алгебры это элементы x равные tx. Ну то есть вот, если брать пример с множеством подмножеств топологического пространства, это просто замкнутые подмножества у нас будут, которые совпадают со своим замыканием. Теперь давайте построим сопряжение, которое будет включать в себя категорию x и категорию всех t алгебр, то есть категория Лемберга-Мура, и увидим, что оно создает ту же самую монаду. Значит, для xt. Определим функторы. gt, индекс сверху. Потом еще у нас и снизу появится, там будет еще следующая категория, которая универсальным свойством обладает, категория клейсли. И тоже есть это в языке программирования Haskell, тоже все встречаются, такие вещи. Терминология есть. Вот, там будем нижний индекс описать, но пока вот тут верхний. Из xt в x и f с индексом верхним t из x в tx. Как мы их определим? g, что? А, да, спасибо большое, конечно. Да, тут не путайтесь, мы экспоненциальные обозначения в двух различных смыслах используем. Когда там мы писали 2 в степени x, это просто множество подножиц было, множество x. А здесь именно это не функции, это монады. Ну, все определяется тем, что такое t. t это монада, значит, у нас это категория Лемергамура. Вот. g от h, если h у нас было из tx в x, то это просто x будет. Забывающий функтор, короче говоря. Он от алгебры, t алгебры, от алгебры над монадой забывает, оставляет только объект. Забывающий. g, t. Уже f равняется f для гомоморфизмов монад. Не монад, а алгебр. Вот. И, ну, а f, он, что называется, некую свободную алгебру будет сопоставлять. Вот. f, t от x. Это просто будет μx. Ну, и, соответственно, если был у нас, то есть это уже, обратите внимание, носитель здесь, его этой алгебры, это множество tx. Вот такая вот будет вещь. Такую вот алгебру. ну, а, соответственно, морфизмы f, t, f по определению это tf. Для всех f с x в y в x. теперь давайте покажем, что фунторы на самом деле сопряжены. Построим сопряжение. Вот, кстати, фунтор f, t, это именно тот фунтор, который сопоставлял каждой алгебрической структурой. А, нет, 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 сейчас вперед забегаю, это не тот фунтор, того у нас еще нет. Нет, простите. Это мы потом получим его. Значит, построим сопряжение x, t, f, t, x в некоторую алгебру a. x, x, g, t, или лучше ее, наверное, h, g, t записать. h запишем здесь. Вот, будем алгебру по названию морфизма различать. Каким образом строится у нас сопряжение? Вот у нас был морфизм из объекта, получается, из μx в h. Что это такое будет? Вот у нас есть такая алгебра. μx, t в квадрате x, tx. Из нее есть морфизм. Здесь у нас a, t, a в h. Ну и какой-то, давайте какой-нибудь буквой его обозначим, g, да, например. Тут t, g. Нам нужно просто получить морфизм из x в a. Каким образом мы это сделаем? Возьмем композицию с этой, с единицей нашей монады. Значит, положим, тут вот у нас будет g, это будет g, это x. Ну, осталось понять только, что это действительно биекция. Понятно, что биекция – это естественная, да, потому что, ну, тут с обеих сторон. Ну, просто композиция с этой. Понятно, что это естественное соответствие. Надо понять, что это биекция. Ну да, вот мы вот здесь вот просто записали x. Значит, давайте построим другую сторону отображения. Значит, было у нас, был морфизм из x в a. Здесь h было, t, a. И надо сейчас построить морфизм из монады вот и в h. Получается, мы это сделаем следующим образом. Значит, пусть у нас, ну, давайте здесь какая-нибудь буква будет кси. Наоборот, пусть здесь кси было. Нам надо пойти в другую сторону. Кси мы применим t, а потом вот это вот h. То есть h на t кси это будет у нас. h на t кси. Ну, как я уже сказал, естественность достаточно проверять в… Ну, давайте вот так вот, в другую сторону определим. Естественность достаточно проверять только в одну сторону. И мы уже сказали, что это все несложно проверяется. Давайте проверим, что тут у нас действительно получается биекция. Таким образом. Значит, в качестве кси берем g это x. Ну, да, же маленькая. Это x. Что происходит тогда? Применяется t, еще применяется у нас h. Получается такая композиция. tx, t это x. t в квадрате. x, потом у нас tg идет, t, а и h. Мы должны понять, что это и начальное у нас наш гомоморфизм g, который был изначально. А, да, кстати, мы еще не проверили, что мы действительно получаем гомоморфизм. Сейчас. Ну, ладно, давайте уж проверим, что равенство сохраняется. То есть понятно, да, что мы делаем. Мы проверяем, что если мы пришли сюда, потом пошли сюда, то получилось одно и то же то, что было. Вот. Теперь. Ну, здесь мы воспользуемся тем, что у нас это. Это естественное преобразование. Поэтому. Так, сейчас, секундочку. t в а. h. Правильно. Если мы применяем вот так вот. Ну, да. Вот тут вот у нас будет а, правильно, вот это вот. Это будет это а. А. Ну, сейчас, сейчас нарисуем. Так. Значит, здесь у нас должно быть g, по идее. Да. Вот это мы хотим показать. И что-то тут немножечко не сходится, да, пока. У нас. Хотя нет, сейчас. А. Это tx у нас должно быть, чтобы вот это все было здесь. А не t это x, да. t это tx, это tx. Так, а g у нас было изначально отображение. Нет, это был гомоморфизм. Все правильно. Мы к нему применили t, потом h. tg. Так, сейчас мы, может, эту просто не с той стороны приписали. Ну, кажется, там, может быть, по-другому, 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 по-другому. Тогда мы видим сейчас tx. Нет, сейчас. Вот это имейте в виду. То есть вот так вот пойти здесь tx. А, ну да. Так, сейчас. tx это у нас будет здесь g. Здесь это tx. вот, а тут это tx, tg. Ну, как он не нужен нам? Смотрите, мы же... Была у нас вот тут вот такая композиция. Мы к ней применяем t, t вот к этому морфизму, а потом h. Сейчас. Нет, смотрите, нам надо показать, что вот такая композиция равняется a. Так, ну ладно. Сейчас. У нас есть 5 минут. Давайте мы тогда просто проверим, что вот это соответствие задает гомоморфизм, а к этому тогда, если сейчас быстро не успеем, не сообразим, то к этому потом вернемся. Вот. Значит, давайте проверим, что вот это вот покажем, что ht гомоморфизм маноидов. Вот это надо показать. Покажем. Не маноидов, а алгебр. Т-алгебр. Что ht кси гомоморфизм. Т-алгебр каких? Из f tx в h получается, да? То есть нужно проверить коммутативность следующей диаграммы. tx, μx, t в квадрате x. Ну, а внизу вот то, что у нас получается здесь. То есть здесь у нас будет tg в ta h в a. Так, тут у нас будет tа, а тут у нас будет то же самое, только еще примененный функтор t. То есть t в квадрате a. Вот такой вот диаграммы надо показать. Коммутативность. Здесь будет t в квадрате g получается t h. t в квадрате g. Ну, здесь можно сюда вот дописать μа, да? Кси, да. Спасибо большое. Конечно, кси. То есть кси – это просто морфизм из объекта x в носитель нашей некоторой алгебры. tкси. То есть вот тут вот естественность. А здесь аксиома одна из алгебры. Аксиома… Да, вот тут вот h, конечно. Это аксиома. Аксиома алгебры. Вот. То есть это-то легко, конечно, проверяется. Аксиома алгебры. Теперь нам надо… Еще раз вернемся вот к этой ситуации. То есть h, ткси. g у нас был гомоморфизм. Да. Мы применили к этому делу t, вот здесь вот. И получается tx. t – это x. t в квадрате x. tg. tа. t в кубе x. tμx. Тут у нас получается t в квадрате g. t в квадрате a. th. Вот. Было известно вот следующее. И мы, значит, применяем t, а потом еще применяем h. Надо понять, что мы здесь получаем… Из tx композиция будет вот такая вот. Что мы знаем? А, ну конечно. Смотрите, да, правильно. Мы сейчас будем пользоваться… Вот эта вот верхняя часть нам не нужна. Мы применяем нижнюю часть. Так как это гомоморфизм, то у нас вот такая диаграмма коммутативная. g, t, h. И вот эта вот уже здесь тождественная. Вот как надо. Вот. Это вы про это говорите, что там треугольник не нужен? Ну в общем, смотрите. У нас из аксиомы алгебры следует, что h композиция с eta x – это тождественный морфизм. Ну, если вы в модуле, элемент модуля умножили на единицу алгебры, получили тот же самый элемент. Это вот та же аксиома, переписанная категора. Здесь у нас нету, конечно, никаких модулей. Вот это вот из того, что это гомоморфизм. А это аксиома единицы в т-алгебре. Отсюда получается, что если идем направо, а потом налево, получается тождественная. Ну и в другую сторону. Сейчас, ладно, давайте быстро сделаем, тоже чтобы это не затягивать. То есть тогда у нас будет понятно, что у нас есть пара сопряженных функторов. Значит, в другую сторону. Было акси. То есть опять получили g. То есть g сюда вот получили, пришли куда-то и вернулись опять g. Ну пусть у нас было кси. Кси это просто какое-то отображение из х в а. Мы построили по нему g, равное ht кси. А потом опять возвращаемся, идем направо. Здесь получается у нас эту. Мы просто добавляем эту. И получается ht кси это х. Ну и давайте нарисуем, что же это такое будет у нас. А это будет следующая вещь. Значит, h у нас. Так, сперва у нас это будет. Х, тх это. Ткси, та. И потом идем в h. Это получается а. Вот. Здесь у нас, а это, это х. Вот здесь как раз можно воспользоваться чем? Что это будет то же самое, что мы пойдем сюда кси. Здесь будет. А это, это, а. Это, это получается естественность. Естественность рты будет. А здесь опять мы применяем максимуму единицы. То есть опять получаем кси. Вот. В другую сторону. То есть мы получили естественную биекцию, соответственно функторы сопряжены. Про ку единицу? Единицу увидим, но на самом деле она будет задавать ту же самую монаду. И более того, эта монада будет не монада, а эта категория из любой другой категории, которая задает ту же самую монаду. Будет единственный функтор в категории Элленберга-Мура, что там все хорошо, картинка коммутирует. И с другой стороны будет еще одна категория, клейсли называется. Категория клейсли мы потом где-то в следующий раз разберем. Категория клейсли мы потом где-то в следующий раз разберем. Категория клейсли мы потом где-то в следующий раз разберем. Продолжение следует...